Здравствуйте! Я благодарен за то, что по милости Господа Бога мы можем проводить форум в Селой. Я хочу многое рассказать вам. Но основа всего — это Иисус Христос. Многие люди хотят освободиться от греха и попасть в Царство Небесное. И только Иисус Христос может совершить это дело. И сегодня я хочу поделиться с вами об этом. Сегодня мы прочитаем книгу «Исход» 12 глава с 1 по 14 стих. Мы будем читать книгу «Исход» 12 глава с 1 стиха. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас с начала месяца, в первый да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу сынов Израилевых в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агонца по семействам по агонцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агонца, то пусть возьмёт соседями своими, ближайшими к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агонца. Агнец у вас должен быть без порука мужского пола однолетний. Возьмите его от овец и ильгаткос. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрания общества Израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине двери в дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испечённое на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него, не до печённого или сварённого в воде, но ешьте испечённое на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Если же его так, пусть будут через слова ваши припоясаны, обоих ваших на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его поспешно. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и прошу всякого первенца в земле египетской от человека доскаться над всеми богами египетским произведомства, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы и губительны, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день всей памяти, и празднуйте в ионный праздник Господа во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. В 1962 году я, читая Библию, обнаружил, что все мои грехи омыты, и я поверил в это. После этого я размышлял. Что же Бог хочет дать человеку? Я подумал, что Господь Бог хочет, чтобы я передавал это Евангелие людям, которые, хотя верят в Иисуса, но не получили порчения грехов. Я, конечно, на тот момент не знал, как это делать, но я думал, что это будет угодно Богу. Бог открыл путь, чтобы я мог учиться в мессийской школе, и вел меня в это направление. Мой сын родился в 1974 году. Знаете, в нашей семье мы постарались соблюдать разницу в возрасте. Я родился в 1944 году. Мой сын же родился в 1974 году. А внук родился в 2004 году. Ровно 30 лет между нами разница. И все родились в июле. Мы соблюдали это правило. В 1974 году, когда родился мой сын. Мой отец покинул этот мир. В день, когда отец покинул этот мир. Помню, с утра многие гости были у нас, и поэтому я был очень занят. В 11 вечера все гости ушли из нашего дома. Я вышел из дома и пошел на поле. Это была глубокая ночь, когда на небе сияли многие звезды. Поскольку у меня была одежда, которую одевают во время похорон, я мог сесть где угодно. Но знаете, на тот момент я был благодарен Господу очень сильно. Я говорил, Господи, спасибо. Хотя отец умер. На тот момент мой старший брат был в Японии, поэтому его не было в Корее. Он не видел смерть моего отца. Поэтому мой старший брат очень сильно плакал. Он говорил, я плохой сын. Конечно, я не говорил брату. Но каждый раз, когда мой старший брат говорил, я плохой сын, я про себя говорил, я хороший сын. Когда отец умирал, ему было 70 лет. После того, как я получил прощение грехов. Отец очень сильно любил нас. Конечно, я не могу вам рассказать все о моем отце. Я стал проповедником Евангелия. И передавал Евангелие многим людям. Среди них есть те люди, которых я не могу забыть. Была одна сестра, которая получила впервые спасение через меня. Сестра Сон Уль Сон из деревни Акук Тун. Она была старше меня на 24 года. Это был первый человек, который получил спасение через меня. За которую я был очень благодарен перед Богом. Прошло более 10 лет, как она покинула этот мир. Но радость, которую я получил от него, это была огромная радость. Знаете, когда я учился в медицинской школе, нужно было, чтобы люди получали спасение через Евангелие, который я передаю. Но никто не получал спасение. Однажды я встретил молодого человека. И в субботу я целый день передавал ему Евангелие. Но он не получил спасение и вернулся. На следующий день, во время воскресного собрания, молодой человек этот вышел вперед свидетельствовать. Мне было радостно, потому что я думал, что он получил спасение, возвращаясь домой. Но он вышел и говорит. Вот вчера я от брата Уксу слушал Евангелие 4 часа. Но у меня разболелась голова. Я ничего не понимал, что он говорит. Но когда возвращался домой, я обратился к одному брату. И за 5 минут я получил спасение. Знаете, он так мне раздражать начал. Мне хотелось, чтобы хотя бы один человек пришел к спасению. И в Акук-Тонье я передавал Евангелие сестре Сон. Знаете, я, наверное, никогда не смогу ее забыть. Она получила спасение и изменилась. После этого многие люди получили спасение. Следующий человек, которым я передал Евангелие, я передавал Евангелие и президента, и королям передавал слово. И служители многие получили спасение. Конечно, я не могу всех посчитать, но я не могу забыть, как мой отец получил спасение. Каждый раз, когда я ехал к отцу, я передавал Евангелие ему, но он мне отвечал. Отец говорил, не переживай, я верю в Иисуса. Но поверю в Небу полностью в следующем году. Я спрашиваю, почему нужно ждать до следующего года? Он говорит, у моего друга будет день рождения. Мои друзья с ним с детства. Если я не пойду к нему на день рождения, меня будут ругать. А на день рождения друга я должен выпить, поздравить. И потом я брошу пить. И буду верить в Иисуса. Я не знал, как поступить с отцом. Наступает весна, он говорит, что получит спасение осенью. Я спрашиваю, почему в осенью? Сынок, осенью у моего друга сын женится. Мне нужно будет поздравить его. Для моего отца были важны друзья. Он очень имел хорошее отношение с друзьями. Итак, представляете, прошло 10 лет. Мой старший брат заботился об отце. Раньше у нас был очень старый дом. И старший брат хотел построить новый дом. Однажды приехал дядя из Японии. А дядя работал в Японии. У него был бизнес, работая с инженерными материалами. И мой старший брат сказал, дядя, я хочу построить новый дом. Вы бы не могли помочь мне в этом. Дядя долго жил в Японии, поэтому он стал почти японцем. Обычно корейцы как говорят, хорошо, давай, племянник, я помогу тебе. А дядя, если бы не говорил по-другому. Он сказал, я не могу тебе помочь. И сразу отказался. Знаете, потом я слушаю. Я подумал, ничего себе, наверное, брату обидно. Но дядя продолжил. Но. Давай, ты будешь работать в нашей компании. Я буду давать тебе зарплату. Ты же племянник, поэтому я тебе дам место для ночлега, я буду кормить тебя. В то время, зарплата в Японии была в 10 раз больше, чем в Южной Корее. Поэтому, если поработать где-то полгода, то он может собрать деньги, чтобы построить дом. И поэтому брат решил поехать в Японию. Уезжай в Японию, он не просто уехал. Он совещался со мною. Он говорит, пока я буду в Японии, давай ты позаботишься об отце. Я сказал, хорошо, брат. Когда еще у меня будет возможность позаботиться об отце? Мы тогда только переехали в Теку и начинали служение, поэтому наш молитвенный дом был совсем скромный. Но я сказал, я хочу позаботиться об отце. И так отец приехал к нам домой. В улице Падон в Теку. Второй этаж китайского ресторана. Там была маленькая церковь. И туда приехал мой отец. И пока он жил вместе с нами, я смог поглубже узнать об болезни отца. Из-за того, что выделывается кислота, у отца была язва желудка, и стены желудка начали становиться тоньше и тоньше. И поэтому очень часто образовывалось кровотечение внутри. Когда мы измеряли гемоглобин в крови, показывало 8,5. Обычно здорового человека показывается 14. А 8,5? Когда совсем плохо, тогда отпускалось даже до 6. Тогда нужно было переливать кровь. И, знаете, я думал о том, что отцу осталось не так много. И если мой пожилой отец умрет, конечно, нет никаких проблем. Но если он умрет, не получив прощения грехов, тогда я думал, что я буду сожалеть об этом больше всего в жизни. И я был благодарен, что мой отец находился в моем доме полгода. Однажды я чувствовал, что осталось совсем немного. Я думал, может, осталось всего лишь несколько месяцев. Но живя с таким отцом, будучи пастором, если я не смогу отвезти моего отца в Царство Небесное, как я буду об этом сожалеть? Но отец не принимал слова. И я не знал, как мне поступить в такой ситуации. На следующий день утром отец позвал меня. Мою старшую дочь зовут Инсук. И когда отец зовет меня из комнаты, он говорил, папа Инсук, ты там? Я отвечал, да, отец. И однажды я с супругой вошли к нему в комнату. Отец, он лежал в постели. И когда мы вошли в комнату, отец попытался сесть. Он сел для того, чтобы сказать что-то нам. Но вдруг его... Мы все испугались. Потому что он вырвал кровь. Я впервые видел подобное. Вы не представляете, насколько я был испуган. Моя супруга начала плакать. Мой отец, я и моя супруга, увидев эту картину, мы подумали об одном. Отцу осталось совсем немного. Вот о чем мы подумали. Моя супруга плакала и вытерла кровь. Моя супруга приготовила новое белье для того, чтобы отец мог лежать на чистом. И мы не знали, что нам говорить. Я спросил у отца, отец, как ты? Он говорит, все хорошо. Я продолжил. Отец сейчас нет брата старшего. Если вдруг ты покинешь нас, каждый раз, когда мы будем скучать по тебе, отец, мы будем тосковать по твоему голосу. Поэтому я приготовил магнитофон. Если ты скажешь все, что ты хочешь сказать своим детям после твоей кончины, например, в день памяти твоего, когда мы будем вспоминать о тебе, вместе с семьей мы хотим слушать твой голос. Отец, если ты расскажешь все, что ты хочешь сказать нам, мы запишем тебя. Если ты не против, пожалуйста, расскажи все, что ты хотел бы сказать своим детям. Отец лежал, смотря на небо. Он сказал, молодец. Действительно, я хотел кое-что вам рассказать. И на протяжении одного часа отец рассказывал о многом, о чем мы не знали, и о том, что у него лежало на сердце. Это было завещание. Он закончил говорить. В заключении он сказал, если я умру, у нас и так мало имущества, поэтому не нужно ругаться между братьями и сестрами. Тот, который будет переодевать меня, это господин Ким из деревни Содан. Позовите его. Я с детства помогал ему, поэтому он не будет считать, что притрагиваться ко мне это грязно. Мое тело же похороните рядом с вашей матерью. Там очень хорошая земля. Итак, он закончил свое завещание. После этого я очень осторожно спросил у отца. Отец, если ты умрешь, я сделаю все, что ты сказал нам. Да, отец, твое тело мы сделаем так, как ты нам сказал. Но отец, куда же пойдет твоя душа? Знаете, отец начал тростись от страха. Он долго лежал безмолвно. Потом глубоко выдохнул. И говорит, я хочу попасть в Царство Небесное. Но однако уже слишком поздно. у меня ведь должны быть какие-то заслуги, чтобы пойти в Царство Небесное. Знаете, в этот момент я был до слез благодарен. Потому что в Царство Небесное мы не идем нашими делами по благодати Божьей. Кровью Иисуса мы идем в Царство Небесное. Второе, за что я был благодарен, это то, что я пастор. Поэтому я могу рассказать, как может человек попасть в Царство Небесное. отец лежал в постели на протяжении двух часов я передавал Евангелие моему отцу. Я сказал, отец, мы не нашими заслугами идем в Царство Небесное. Мы должны были погибнуть из-за нашего греха. но поскольку Иисус Христос Своей кровью очистил нас. Очень подробно я мог рассказать, как мы веру и попадаем в Царство Небесное. Но что удивительно, отец поверил в эту истину. Знаете, до слез я был благодарен перед Богом. отец лежал и говорил Господи Иисус спасибо вам ты на кресте крови Своей очистил весь мой грех. Спасибо за это. Отец сам говорил эти слова. я был так рад, что отец также получил прощение грехов. Хотя он ни разу не был в церкви. Конечно, мы жили при церкви, поэтому отец в Тегу находился с нами в церкви. Но с того дня я видел, как отец меняется. Он говорил те вещи, о которых в жизни никогда не говорил. Хотелось, чтобы отец умер на родине. Поэтому мы арендовали машину скорой помощи и отвезли его на родину в деревню. на следующий день он проснулся и отец сказал ой, сынок, вчера мы ехали на скорой помощи, по-моему. Но знаешь, мне было так спокойно ехать. Я думал, что мне будет неудобно из-за того, что я болен. Но так хорошо мог ехать. Я благодарен Богу. Вы бы не могли спеть гимны для меня. Я даже во сне не мог представить, что отец будет говорить подобные слова. Отец стал совсем новым человеком. Мы слезами воспевали Господа с благодарностью. после того, как мы поели, отец сказал, он назвал некоторые имена и скажите им, что я хочу их увидеть перед смертью. Я пригласил его друзей. Отец лежал и беседовал с друзьями. Вы бы не могли накрыть стол, принес алкоголь, и мы приготовили. Друзья, угощайтесь. Теперь я покидаю вас. Я поверил в Иисуса, которого верит мой младший сын. И пойду в царство небесное. Я займу хорошие места там. Мы родились на деревне Сонсань и жили всю жизнь в этой деревне. Ведь нам было так весело проводить время здесь. Давайте в следующей жизни будем проводить время вместе. Я поверил в Иисуса, которого верит мой второй сын, и пойду в царство небесное. Друзья, давайте вы поверите в Иисуса и встретимся в раю. И каждому, кто приходил навести Деву, он предлагал верить в Иисуса. И вечером он уснул. На следующий день отец тоже продолжал спать. И утром последним выдохом он завершил жизнь. я подумал Бог сделал чтобы мой отец попал в рай. Мой старший брат пришел и говорил я плохой сын, я плохой сын. Он так грустил. Я же про себя говорил нет я хороший сын, хороший сын. Потому что через меня мой отец попал в рай. Старший брат должен пойти Японию. Но в этот момент отец получил спасение. Я так благодарен был Богу. После кончины моего отца целый месяц. Когда я закрывал глаза я видел отца. Я был благодарен что отец попал в царство небесное. Но иногда моей душе было очень обидно. Но когда прошел месяц я молился Господи я больше не хочу видеть моего отца во сне. Я был так рад что мой отец получил спасение. Мой старший брат хотел поставить памятник отцу. Я сказал брат но отец поверил в Иисуса поэтому не нужно делать подобное. Но брат сказал я сам знаю что это все бестолковое но я такой плохой сын что я мучаюсь хотя бы это может утешить меня поэтому ничего не говори мне он стал мою старший брат два раза в месяц он становился перед этим памятником и вспоминал отца и плакал я очень радовался что мой отец попал в царство небесное вся моя семья получила спасение и дядя с тетей которые живут японии получили спасение и двоюродные мои братья и сестры получили спасение я был очень благодарен перед богом пока мы ведем жизнь на этой земле есть страдания но это тоже временно и счастье тоже временное а следующий мир это вечный мир если мы не получим прощение грехов хотя иисус бесплатно искупил наш грех но если мы называем себя грешником вы представляете как обидно будет иисусу поэтому нам надо получить прощение грехов это история прощения грехов вся библия говорит именно об этом разных 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 сторон описывает упрощение грехов сегодня мы прочитали историю о Пасхе которая написана в 12 главе книги исход послушайте пожалуйста если вы посмотрите первый стих и сказал Господь Моисея и Аарона в землях египетской говоря. Второй стих. Месяц сей добудет у вас начало месяца, в первом добудет он у вас между месяцами года. Третий стих. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агонца по семействам, по агонцу на семейство. В книге Исход, 12 главе с 1 по 14 стих. Можно оглавить словом агнец. Четвертый стих. А если семейство так мало, что не съест агонца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агонца. Пятый стих. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола однолетний. Возьмите его от овец или от кос. Шестой стих. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечера. Здесь говорится о Пасхе. Слово «Пасха» означает «миновать». Проходить мимо. А что проходит мимо? Проклятие. Смерть. Они приходят ко мне. Но потом проходят мимо. То есть проходят мимо. Не убивают меня. Минуют меня. Проходят мимо меня. Ангел смерти с мечом приходит. Приходит в каждый дом и убивает первенца. И как можно избежать ангела смерти? Эта история. Очень важная история для нас, которая из-за греха должны были погибнуть. Ангел смерти. Ходит по всему Египту. И убивает. Канель 들고. С мечом. Но. Чтобы спасти жизнь. Нужен агнец. Нужно заранее приготовить агнеца. И четырнадцатый день первого месяца. Четырнадцатый день, когда солнце садится. Нужно заколоть агнеца. И нужно взять кровь агнеца. И помазать косяки и перекладину двери. И потом. Войти в этот дом. И нужно есть агнеца. На поясе должно быть пояс. На накея должно быть обувь. В руках же должен быть посох. И нужно есть поспешно. Так нужно есть мясо. И Бог говорит. В эту ночь. Пройду по земле египетской. От человека до скота. Порушу всякого первого месяца в земле египетской. Но. Людей, у которых будет кровь на дверях. Которые заколят агнеца. Я буду убивать в каждом доме первенца. Но. В доме человека, у которого увижу кровь на двери. Посмотрим тринадцатый стих. И будет у вас кровь знаменем на домах. Где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной. В этой истории. Если кровь агнеца будет на костяках и перекладине двери. Другими словами. Ту смерть, которую должен был я получить. Если агнец умрет вместо меня. Прольет кровь и умрет. И в знак доказательства, что агнец умрет. Нужно помасать кровь на костяках и перекладине двери. Тогда ангел придет, чтобы убить первенца. В доме, в котором будет кровь на перекладине и костях двери. Ангел пройдет мимо. Пройдет мимо. Это будет Пасха. Пройдет мимо. Основное в этой истории. Тут не важно, ты добрый человек или злой человек. Тут не важно, вы благочестивый или нет. Сколько вы там ходили в церковь. Сколько пожертвовали. Построили ли вы в молитве дом. Все это не имеет никакого отношения. А что имеет значение? О, в этом доме я вижу кровь на костях, как двери. О, в доме этого человека есть кровь. Значит, кто-то умер. Все, ангелы, идемте к следующему дому. Ой, в этом доме кровь. Здесь уже была смерть. Что значит пролита кровь? Это значит, что кто-то умер. Может, ангел другой был здесь? Здесь уже пролита кровь. Пойдемте в следующий дом. Ангел смерти ходил во все дома Египта. Страшный суд пришел, что убивали всех первенцев. Но видя кровь, помазанную на косяках и перекладине двери. А ангел вынул меч. Потом спрятал. И проходит в следующий дом. Миновать. Это есть Пасха. То, что мы идем в Царство Небесное. Мы идем не за добрые дела наши. Сегодня неправильная религия требует от нас добрых дел, что надо помогать другим, нужно молиться много, нужно отдавать себя церкви, нужно много пожертвовать, что-то делать. Если что-то вы будете делать, тогда пойдете в Царство Небесное, говорят. И наоборот, люди, которые обманывают, делают злои, они попадут в ад. Вот что говорят люди. И большинство людей размышляют именно таким образом. Сегодня многие церкви, когда они молятся, когда вы жертвуете, когда вы что-то делаете, если вы усердно верите, если вы будете делать хорошо. Говорят, что вы попадете в рай. Но это не так. Библия же говорит нам. Что не за наши какие-то заслуги мы идем в Царство Небесное. Мы идем по благодати. А что за благодать? Иисус получил все наказание, которое должны были получить мы. И смотря на кровь, пролитая на кресте. Бог говорит, а, это кровь, пролитая Иисусом на кресте. Он уже получил все наказание и умер на кресте. Значит, суд над грехом уже завершен. И когда верою мы принимаем это в наше сердце, тогда Бог говорит, что проклятие минует нас, пройдет мимо. Но, к сожалению, сегодня многие люди говорят, что верят в Бога. из-за того, что они не знают истины в Библии. Они думают, что если пожертвуют, если будут молиться, если каяться, если что-то делать, если делать другое, если третье делать, четвертое делать, если еще делать, чем я больше буду совершать что-то для церкви, тогда что произойдет? Есть весы. Знаете, если вот сюда положить тяжелый, тогда вот так вот весы станут, правильно? И если наоборот, тогда вот так вот повернутся. Если я буду делать доброе дело, тогда весы поднимаются, я попаду в рай. А если я буду делать плохое, я попаду в ад. Именно вот так многие люди размышляют. Но в Библии через Пасху Пасху Говорится, кто попадет в рай, а кто попадет в ад. Что же значит эта история? Иисус умер на кресте за наш грех. В тот день наступает суд на земле египетской. Ангел смерти стучится в каждый дом и убивает первенца. В каких домах, скажите, первенцы остаются живыми? В домах, где есть кровь на косяках и перекладине дверей. А как сделать кровь? Нужно отдельно купить кровь, что ли? Нет. Агнец умирает вместо них. За мой грех Иисус умер вместо меня. Агнец умер и кровь его помазали на косяках дверей. Поэтому в этом доме закончится суд. Теперь не надо никого убивать. И минует смерть. Агнец символизирует Иисуса Христа. Однажды Иоанн Крисиди увидел Иисуса и сказал Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он сказал, обращаясь к Иисусу, Агнец Божий. Чтобы мы не умерли. Агнец умер вместо человека. В домах людей, у которых кровь на косяках двери. Ангел смерти приходит, потом проходит мимо. Знаете, что это символизирует? Агнец символизирует Иисуса Христа. Я еще раз говорю, Иоанн Крисиди сказал, Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус, взяв наш грех, Он умер на кресте, и в нашем сердце была помазана кровь Иисуса. Кровь, которую параллел Иисус. Оно является знаком, что Он очистил мой грех. Это доказательство того, что мое наказание получено. Но сегодня многие христианские лидеры нет другого способа, чтобы получить прощение кроме крови Иисуса Христа. Но говорят, если будете делать добрые дела, если вы будете жертвовать, если будете молиться, если будете что-то делать, если вы будете проповедовать, если молиться ночью пролет, если молиться в горах, они говорят, что вы попадете в Царство Небесное. Это неправда. Бог учит через Библию, что кровь надо помазать на костях двери. Это значит, что смерть уже принесена в этом доме. Поэтому проходят мимо. Ангел приходит в дом, который называется Я. В моем сердце есть кровь Агнца. Я должен был погибнуть из-за моего греха. Но Иисус пролил кровь за меня на кресте. Итак, мои грехи были уже омыты. Тот, кто верит в это? Это тот, который хранит кровь Иисуса в сердце. Иисус Иисус смыть. Иисус вино не может смыть он и что лишь кровь Иисуса. Как кровь Иисуса очищает наш грех? Кровь Иисуса была пролита на кресте. То, что Иисус умер на кресте. Иисус получил все наказание, которое должно быть получить мы и умер на кресте. Наш грех окончен. Суд окончен. И проклятие окончено. Поэтому мы смотрим на кровь Иисуса. Я много согрешил. Я много обманывал. Я воровал. Но кровь Иисуса пролита на кресте. Иисус умер вместо меня на кресте. Уже суд был совершен. И мое проклятие закончилось. Мой грех был омыт на кресте. Вот во что мы должны верить. Испорченная религия говорит не о крови Иисуса. Говорит о том, что я должен делать. Я должен сделать. То сделать должен. А Библия говорит нам к Иисусу на 2 главе 8 стихе написано «Ибо ибо благодатью вы спасены через веру и сиянье от вас Божий дар. Скажите, через что мы получаем спасение? Благодатью через веру. Благодать это то, что дается даром. Мы не платили. мы не платили ничем. Иисус уже получил все. Он получил суд. Он умер за наш грех. Иисус ценой за наш грех он умер. И это сделалось благодатью для нас. теперь мы ничего не должны делать. Одно, что мы должны делать, это на косяках двери и на перекладе двери. Нужно помазать кровь. Почему? В этом доме уже была смерть. Агнец получил уже наказание на двери моего сердца. у меня тоже помазана кровь. Вы спросите, а как вы помазали кровь? Очень просто. Когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, он умер за мой грех и пролил кровь. Когда мы проводим хлебополелом ломлении, мы пьем вино, которое символизирует кровь Иисуса, которая была пролита за меня. Мы едим хлеб, который символизирует тело Иисуса Христа, которое было отдано за меня. Суд за мой грех был закончен на кресте. Я же ем этот хлеб. Этот хлеб символизирует тело Иисуса Христа. Я же пью вино. Это вино символизирует кровь Иисуса, которая пролита за меня. Я должен был погибнуть. Но вместо меня умер Иисус. И весь суд за мой грех закончен. Буша нет никакого суда. Поэтому вы говорите, что я оправдан. Для того, чтобы сказать нам об этом в книге Исход 12 главе израильский народ, который должен был погибнуть, получает спасение. Однажды я был в Эсватини. Два студента поехали в Эсватини. Это учащийся музыкальной школой. Две девушки, они очень хорошо поют. Однажды в государственном университете был выпускной. И девушке сказали, давайте мы пойдем и споем на выпускном. И они пошли на выпускной государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте, мы приехали из Корея, мы учимся в музыкальной школе. Мы приехали волонтерами в эту страну. Мы занимаемся волонтерской деятельностью. И сегодня мы бы хотели выступить, чтобы поздравить всех выпускников. Организаторы сказали, нельзя. Почему? Это государственный университет. И сегодня нас посетит король нашей страны. Эсватини это королевство. Мы вчера подали всю программу королю. поэтому никто не может поменять эту программу. Поскольку в программе нет вашего выступления, поэтому мы не можем вас включить. Хорошо. Они решили просто посмотреть выпускной. Но организаторы снова пришли и говорят, пока еще не пришел король. А люди собрались. А можете выступить? Давайте. Сколько произведений? Спойте три. Хорошо. Итак, они вышли, чтобы выступить. Вы видите на фотографии, да? Они начали выступать. Когда они спели половину первого произведения, пришел король. Вот он впереди сидит в красной одежде. вот это король страны. Он послушал выступление и закончилась церемония. Король спросил, позовите тех девушек, которые выступали. Они пришли, встретились с королем. У них спрашивают, а вы откуда? Мы из Кореи. как вы знаете местные песни? Мы изучаем музыку. И что они сказали? Пастор, основатель нашей музыкальной школы, приедет в эту страну через 10 дней. Правда? Король дал указ секретарю. Узнай, когда приедет пастор к супах и встрет его в аэропорт и привези ко мне. Когда я прилетел в аэропорт, министр по делам молодежи встретил меня. Я был так удивлен. меня привели в специальное место для вип-гостей. И с министром по делам молодежи мы поехали к королю. Знаете, когда встречаются с королями, обязательно нужно спрашивать про время. И если дается 40 минут, надо говорить только 40 минут. Я спросил, сколько у меня есть времени? Мне сказали 40 минут. хорошо. Мы поехали. Король сидел передо мною. Я вижу, что люди идут ползком к нему. Я тоже собрался ползком подойти к королю. Но секретарь сказал, по уставу иностранцы должны идти пешком. мы так познакомились и начали беседовать с королем. Пока я разговаривал с королем, прошло 10 минут. Пастор Пакбамон переводил меня. Я передавал ему Евангелие. Когда я передал слово 30 минут, уже получается 40 минут прошло. я закончил говорить. Но король говорит, пастор, пожалуйста, расскажите еще немного. Я был очень благодарен ему. Мне не хватило полчаса, чтобы рассказать про искупление. Мне дали еще полчаса. Целый час я мог говорить. Я передавал слово. А король с такими большими глазами смотрит на меня, что я даже не мог смотреть ему в глаза. И знаете, зрачок у него не двигается. Но я закончил говорить. Тогда король говорит пастор, а можете еще передать слово? Я трижды передал слово по полчаса. Я был очень сильно впечатлен. я видел, как слово попадает в его сердце. Он получил спасение. Получил прощение грехов. Я трижды передавал слово по 30 минут. И король сказал мне пастор, вы истинный слуга Бога. Я дам вам землю. Постройте здесь центр IYF. Итак, мы от правительства смогли получить землю. Но эта земля была немножко в окраине города, не в центре. Я сказал королю, король, у студентов нет машины. Поэтому в окраине города прийти им сложно. Можете дать, пожалуйста, землю где-то в городе. А в городе не было правительственной земли. Там была частная земля короля. и он дал шесть гектаров земли. Земля была очень хорошей. Очень красивые горы. я сказал королю. Сначала мы планировали сделать ровнее, но и сделать центр. Но здесь очень красивый пейзаж. Поэтому жалко срубать деревьев. Но если вы дадите 12 гектаров земли, тогда мы оставим пейзаж. и сделаем чертеж и построим здание. И король дал 12 гектаров земли. И мы начали строительство. Конечно есть затраты. Но король говорит пастор построите здесь ваш дом. Не нужно ночевать в гостинице, ночевать в вашем доме. Знаете, я чувствовал такую вину. Однажды мать короля приехала в Корею, чтобы лечиться в больнице Самсон. И мать короля приезжает в Корею. Ее сопровождают 70 человек. Они сняли одну гостиницу. Все находятся на коленях. А мать короля находится в номере. И король попросил, чтобы я помог его матери. Когда я собрался войти к ней, сотрудники запретили мне входить. Но в тот день я был где-то. Поэтому пришел поздно. И меня не пускали. И когда они начали выходить из комнаты, я вижу проходит принцесса. И принцесса увидела меня и узнала. Там отвечал какой-то посол. Я сказал можно я встречусь с этим послом? Мы встретились. Я сказал сам король сказал мне помочь его матери. Поэтому я должен встретиться с его матерью. Тогда посол уже ничего не мог мне сказать. Я мог передавать Евангелие ей. И у нас появились очень хорошие отношения с королем. Я сказал королю, господин король, в нашей церкви есть очень хорошие доктора. Например, господин Чоньон Джун является мировым хирургом. Пресс-фиктор Хуан является специалистом китайской медицины мирового уровня. Потом доктор Ли Сингхо. Специалист, который умеет делать зубы. Потом сестра Кинг. Она гинеколог. Я взял с собой пять докторов. И мы поехали лечить короля. Знаете, король так радовался и позвал всю семью королевскую. И на протяжении пяти дней мы лечили их. Два года этим занимались. И в этом году мы должны были поехать. Но в связи с коронавирусом мы не смогли поехать. знаете, король сразу протянул руку и говорит пресвят рухану смейте правился пульс. Мы стали друзьями. И он предоставил мне очень многое. Все пастора пастора эсватине поскольку король так серьезно относится ко мне они слушают меня и сегодня один пастор свидетельствовал из эсватине я был благодарен богу чтобы мы могли работать как нам хочется он открывает путь когда король услышал евангелие о прощении грехов он был так тронут когда мы встречаемся с президентами максимум мне дают 40 минут а иногда даже 20 минут в этот раз когда я был в Латинской Америке я встретил президентов четырех стран с каждым я общался по часу и пока я говорил они не запрещали мне говорить и все они получили спасение когда президент Фернандо Глуго получил спасение это было тоже удивительно потом президент Янипони он тоже получил спасение он хотел приехать в Корею мы хотели его пригласить тогда из голубого дома Кореи спросили а кто будет платить за его охрану мы спросили а сколько это стоит когда сказали 27 миллионов долларов я сказал господи президент не приезжайте давайте когда вы закончите свою службу приедете у нас нет денег чтобы заплатить вашу охрану и как только срок его пребывания президента закончился он приехал в Корею и целую неделю был вместе со мной то же самое президент Парагуая Фернандо Луго он несколько раз посетил нас я видел после спасения они были счастливы спасение совершается не нами а спаситель совершает спасение в больнице не мы же лечим себя а врач лечит спасение есть спаситель есть тот которого спасают спаситель это Иисус Христос который взял наш грех и умер на кресте за нас мы не спасители а мы которые должны спасти мы спасаем чтобы получить спасение если мы будем что-то делать чтобы получить спасение тогда мы становимся спасителями спаситель должен работать а мы спасаем поэтому мы ничего не должны сделать чтобы получить спасение нам ничего не надо делать только то что Иисус сделал верою мы должны принять если мы что-то делаем это не настоящее спасение настоящее спасение а чтобы очистить грех чтобы попасть в царство небесное все это делает спаситель Иисус Христос Ивангадлук 10 главе есть человек который попался разбойника в истории человека который попался разбойника знаете что написано Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником оставили его едва живым вот это тот которого нужно спасти Некто самарянин проезжая знаете что там написано самарянин проезжая увидев его жалился и подойдя перевязал ему рану возливая масло и вино перевязал рану посадив на своего осла привез его в гостиницу и позаботился о нем а на другой день вынул два динария и дал содержателю гостиницы и сказал позаботься о нем если издержишь что более я когда возвращусь отдам тебе тут есть интересный момент есть спаситель и есть спасаемый тот который спас нас Иисус Христос является спасителем а мы те которых спасают и знаете что интересно в Библии в Библии очень ясно написано что же здесь написано самарянин который является спасителем он работает а человек попавший на разборье который является спасаемым он ничего не делает понимаете это мы те которых спасают мы те которые попались разбойникам сегодня христианство неправильно учит говорит что мы должны что-то делать мы должны пожертвовать мы должны много молиться это не так спасение не мы совершаем мы ни в коем случае не должны делать спасение к официант второй главе написано ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас божий дар когда вы получаете подарок вы получите нет же что дальше написано не отдел чтобы никто не хвалился для спасения мы не должны ничего делать чтобы очистить грех наш Иисус уже все совершил многие люди говорят нам нужно поступать как добрый самарянин это невозможно мы не спасители мы тех которых спасают посмотрите эту историю этот человек попался распонником он умирает скоро сядет солнце а когда сядет солнце придут волки они сидят его он погибнет он ничего не может сделать он может только лежать когда проходил священник он думал пожалуйста помогите но он прошел мимо и левит прошел мимо но пришел самарянин 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 некто проезжая увидев его первое сжалился подойдя наливал масло наливал вино перевязал раны посадил на своего осла привез в гостиницу позаботился на другой день вынул два динария и дал содержатель гостиницы и сказал позаботься о нем если сдержишь что болит я когда возвращусь отдам тебе десять дел он совершил из этих десяти нет ни одного чтобы сделала человек попавшийся разбойника спасение символизирует освободиться от греха чтобы освободиться от греха мы ничего не должны делать если мы что-то сделаем чтобы получить прощение грехов это уже не будет благодатью ничто мы не должны делать просто Иисус на кресте весь мой грех то что он совершенным образом очистил сердце принимаем верою нужно верить сердцем а не совершать какие-то поступки не отдел не мы должны что-то делать послушайте книге исход 12 главе говорится о пасхе что сделали люди которые спаслись ничего они не сделали они ничего не сделали особенного агнец умер и эту кровь просто помазали на косяках двери но увидев кровь ангел прошел мимо миновал ангел прошел мимо нашим сердце должна быть кровь агнца и моем сердце есть эта кровь каждый раз когда я вспоминаю о грехе Иисус умер на кресе поэтому я омыт вот так говорит нам библия но сегодня многие люди говорят что мы должны что-то делать чтобы получить спасение но это не так если мы прикасаемся к спасению все испортим только потому что это благодать если будут дела это уже не благодать делаешь ему дается по долгу а не по благодати если мы что-то будем делать это будет уже долго но не делающему но верующим в того кто правда нечестивого верующим кто правда нечестивого вера его меняется в праведность аминь что что должны делать поскольку иисус христос на кресте умирая получил все наказание за нас нам ничего не нужно делать на крест на кресте уже совершенным образом проливая кровь иисус очистил весь наш грех навсегда он сказал не воспомяну грехов их более теперь нужно чтобы христианство всего мира изменилось до сих пор мы учили говоря что надо нам что-то делать но к спасению мы не должны прикасаться понимаете это не мы должны прикасаться однажды в Чикаго наша семья поехала в Чикаго я немного устал поэтому я попросил чтобы мой сын вел машину но это было не так давно как мой сын получил право на вождение мы ехали на машине я же сидел рядом и заснул но вдруг сын говорит отец 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 я говорю что случилось знаете вдруг пошел сильный ливень с молнией и совсем ничего не было видно я говорю включи сигнал направо он включил поставь машину сбоку он поставил машину я говорю остановись все теперь я буду вести машину и я сел за руль сейчас мой сын лучше водит машину чем я но в то время он только начинал водить машину поэтому когда пошел ливень он ничего не видел поэтому говорил отец отец пожалуйста ты веди машину я сказал спокойно включи сигнал направо и поставь машину и потом включи аварийный свет и затем давай выходи садись на мое место я буду вести машину когда плохо водишь машину нельзя же вести машину под дождем сильным чтобы получить прощение грехов надо делать очень хорошо поэтому от начала до конца должен совершить Иисус нельзя прикасаться нашими руками поэтому мы должны просто поверить что он уже совершил все для нас аминь если мы что-то сделали хорошо и получили спасение это не настоящее спасение спасение которое дает Иисус для того чтобы получить его нам ничего не надо делать а Иисус все совершает только тогда это будет совершенное спасение чем больше я прикасаюсь своими руками тем больше будет моих усилий а огнец божий проливает кровь умирает эту кровь мы мажем на костылях двери и очищается грех также Иисус умер за нас и так мы получаем спасение наши усилия даже не должны капли добавляться одного Иисуса достаточно чтобы очистить наш грех он взял весь грех мира и навсегда очистил и самое важное Бог говорит не воспомин более твоих грехов Геремия 31 главе 34 стихе написано я прошу беззаконие их и грехов их уже не воспомин более говорит Господь здесь вот я символизирует Бога не меня кто очищает грех Бог Иисус очищает если мы будем делать у нас не получится и уже Он очистил на кресте наш грех поэтому нужно только верить что наши грехи омыты я желаю чтобы в вашем сердце вы не называли себя грешником мы были грешниками но Иисус очистил весь наш грех поэтому я стал чистым я желаю чтобы вы верили в это давайте помолимся Святой Господь Бог мы благодарим тебя мы должны были погибнуть из-за нашего греха но пришел Иисус Он умер на кресте за это мы благодарим тебя помилуй чтобы каждый из нас получил благодать через это слово ты благослови Иисус умер за нас проливая кровь за это мы благодарим тебя и мы славим Господа который спасает нас молились во имя Иисуса Христа Аминь спасибо большое